Сегодня ранится и у Райвы-Канкам великая семья Кречек пришла о малю полном складе – мама, тата и четверо детей. Не было только сына Романа, и он зараз служит в армии. Виновница урочистости хвалявалась, она в часом взмахвала слезу, а лишь группа поддержки не давала расплакаться. Поддержка для Вольги Кречек была с оправдой хвалюющей. Отримание державной узнагороды за материнство и наличить высшейшей узнагородой за працу мамой. Орден Вользе Владимировне уручал старшинь Алицкого Райвы-Канкама Михаил Карпович, от его были и первые веншаванни. Когда орден зазихотел на грудях, Вольга Кречек еще раз уповнилась, что зарабила правильно, когда в свой час выбрала семью и детей, а не карьеру. Когда у тебя один-два ребенка, ты не понимаешь еще до конца, не осознаешь и вообще, если честно, даже не ощущаешь себя мамой. Но когда у тебя рождается трое и более, тогда действительно ты становишься мамой. Ты тогда действительно можешь раскрыться как женщина, как мама и влаживать себя действительно в то, что, наверное, для нас, для женщин, действительно предназначено самим Богом. Поэтому я считаю, что вообще в себя женщина должна воплотить детям. Это замечательно, это на самом деле счастье. Я за мужем, каже Вольга Кречек, тому и маю великую семью. С моим мужем одважиться на пятерых детей было легко. Вольга Владимировна и Сергей Васильевич разом уже 23 годы. И весь этот час они любое решение принимали разом. Утымлику и решение стать многодетными батьками. Это было не сразу решено, потому что мы не планировали быть многодетной семьей. У нас было двое старших, а потом, когда они выросли, мы поняли, что надо нам еще кого-то воспитывать. И у нас появилась Даша, Алексей и вот пятый Константин. И вот так вот мы стали многодетной семьей. То есть мы решили скрасить свою старость, потому что дети выросли и пошли на учебу. И мы поняли, что чего-то нам не хватает. Сергей и Вольга Кречек смогли побудовать семью, про якую марили в молодости. Моцную и заснованную на взаиморазумении и взаимоповазе. Семья у меня замечательная. Это, конечно, наверное, каждая скажет мама. Но главное очень, как сказать, верная. Верная. Почему? Потому что не важно, что мы проходим. Важно, что мы это проходим вместе. И всегда мои дети все знают, что, чтобы не случилось, мама с папой всегда будут поддерживать. Всегда будут в трудные минуты, в хорошие, в трудные. Мы всегда вместе стараемся проходить и поддерживать. И воплощать, конечно, то, что они мечтают. Не то, что мы мечтаем. Иногда родители воплощают свои мечты, а мы стараемся воплотить их мечты, что они хотят. Замечательная мама, замечательная помощница, как для мужа. Поэтому благодаря ей, может быть, сегодня у нас такая семья. Потому что мы решаем, как в любой семье, бывает разное время. И время хорошее, и время каких-то неурядиц семейных. То эти неурядицы мы всегда проходим вместе. Что бы ни случилось, мы понимаем, что друг без друга мы не сможем быть вот этим единым целым, который мы составляем как семья. Друг друга поддерживать, друг другу помогать и любить друг друга. У семьи Кречек две дочки и три сыны. Старейшей Татьяне 22 годы. Я научиться в Бресте на архитектора. Сын Роман служит. Даша и Алексей – школьники. Маленький Костя покуль дома. Незалежно от взрослых, дети отчувают поддержку батьков. И удержаны лесу, что народились именно в этой семье. Я неуполнен, что их мама самая лепшая. Она моя мама, поэтому это значит, что она самая лучшая для меня. У меня мама очень хорошая, очень добрая. Она всегда мне помогает. Я ей помогаю по дому и с маленьким братиком, если надо посидеть. А ты бы хотела, чтобы у тебя, когда ты вырастешь, тоже была такая большая, крепкая семья? Конечно. Почему? Потому что, если крепкая семья, то отношения всегда вместе. И вы всегда всем согласны и не спорите. Семья Крычек переехала на личину с Брестской области коля двух годов тому. Зараз у агрогородку Йотки у них свой дом. С местовыми жихарами склалися добрые относины. Поменьшовать вольгу Владимировну Зузнагорода и приехал старшиня Третьяковского сельского выконкама Александр Хвойницкий. На самом деле лично очень хорошо нас встретила. Даже так как у нас тут друзья, и действительно, мы ехали больше к друзьям, так и лично стала как друг. Она как-то, ну, и вродно, вот я рожала последнего ребенка, очень замечательный, меня вообще приняли. И, если честно, лично действительно замечательный такой городок и, как говорится, территория, которая очень отзывчивые люди, очень доброжелательные, кого не спроси, например, даже на улице. Даже вплоть до того, чтобы потратить свое время, пойдут, покажут. Очень замечательно. Есть дом, а у им есть счастье. В Ольга Крэджик марить, чтобы оно было постоянным, и чтобы здоровыми были дети и они с мужем. А вот у мужа есть свое пожадание для каханой. Чтобы я пожелал для своей жены, чтобы она оставалась такой же красивой и молодой. Да, да. А вот у мужа. Ага. Редак.